в инстаграме. Можно вдвоем проводить этот эфир. Да, я уже видел даже. Итак, дорогие друзья, собираемся, начинаем, начинаем проводить урок Тора. Изучаем Мишли, притчи царя Соломона, мудрейшего из людей. Сейчас будем знать самую сильную вообще мудрость, которая только есть в мире. Давайте собираемся. Кто с нами? Кто с нами? Яков Шатадин. Молодец, Яков Шатадин. Значит, все. Яков Шатадин с нами. Пошли. Пошли. Лайте. Все. Значит, кто еще, кроме Якова Шатадина? Никого. Яков. Там вокруг есть кто-то? Итак, хорошо. Вот, начали. Виктор Комиссарук. Виктор, привет, дорогой. Привет. Все. Значит, чтобы была у всех, кто на этом уроке, чтобы была браха, от слаха, благословение и успех во всех делах. Чтобы заслуга этого урока, все, кто в нем участвует, поднялись в духовности, в материальности на самые новые уровни. Чтобы была браха, от слаха, шефа. Есть такое шефа изобилие. Изобилие всего хорошего. Как было у царя Соломона, в принципе. Почему мы его изучаем? Потому что у него было все. 700 жен, 300 наложниц, дворцы, близость к Всевышнему. У него даже царь Шедим, царь демонов, ему кофе готовил. Хорошо. Итак, мы на второй главе. Как он это сделал? Сейчас мы узнаем, как он это сделал. Вторая глава. Мишли и... Мы остановились. Значит, давайте чуть восстановим вторая глава. Начиналась она с того, что если... Он сказал, что если ты возьмешь мои слова, мои слова и митцвод будут с тобой, будешь ты к хахме слушать свое ухо и повернешь сердце к бене, если ты бену... Если ты будешь ее звать, даст вот эту вот бену сообразительность, если... Сейчас. Если ты будешь звать сообразительность, да, и будешь давать голос твуне, далеко это мы разобрали, если будешь ее искать как кесов, как серебро и как сокровище будешь искать, тогда ты поймешь страх перед Богом и да, ты латим тимца, и поймешь, как вся система работает. Все. Так как мы мудрость божественную ищем, вот мы сейчас зачем собрались? Мы ищем божественную мудрость. Реально учим Тору, прямо хотим сосредоточенно понять, как Бог управляет миром. Вот, по-моему, восьмой отрывок мы сейчас будем изучать. Мы, по-моему, восьмой учили, что ты будешь сохранять пути правосудия. Это восьмой был отрывок. И, значит, путь хасидов ты будешь сохранять еще больше, оберегать. Что имеется в виду? Можно идти по закону, вот по закону Торы, а можно делать больше, чем требует закон Торы. И Бог, соответственно, будет с тобой себя вести. То есть, как ты, мера, которую человек меряет, меряют ему с неба. Вот это главный принцип, по которому устроено божественное управление миром. То есть, Бог, он человека сюда посадил, ему говорит, смотри, ты своими словами, своими мыслями, своим отношением ко мне, к Богу, к жизни, к Торе, к людям, ко всему ты создаешь себе следующий уровень. То есть, Бог сотворил человека по своему образу. Бог творец и создатель, и человек творец и создатель. И дальше шло о мылах в девятом по сути. Царь Соломон говорит, аставин цедоку мишпад. Тогда, если ты будешь реально искать Тору, изучать Тору, только тогда ты поймешь и справедливость, цедок это то, что больше закона, и мишпад, и правосудие. То есть, не может человек, вот у меня просто меняет история, я прям хочу ее записать в видео отдельно. Одна женщина пишет, у меня такая жизнь тяжелая, четверо детей, первый от одного мужа, я с ним развелась. Потом, второй алкоголик такой, я за него и замуж не хотела даже выходить, потому что, как за него выходить замуж, он же алкоголик. И родила я от него трех детей. Один ненормальный, ну, это самое, больной ребенок. Ну, а я второго родила. И второй такой, ну, а третий вообще больной родился полностью там. И я думаю, а что ж ты, куда ж ты лезешь-то? То есть, у тебя уже тебе прямо знак за знаком. То есть, он настолько не годится, что ты даже за него не хочешь замуж выходить. А зачем же ты от него детей-то рожаешь? Ну, то есть, люди влазят в такие жизненные ситуации сложные, в такие влазят. И потом к Богу задают вопросы. А за что это мне? А почему это? А что ж такое? Где же Бог? Где же справедливость? Человек, который ни разу не соблюдал шаббат. Потом он, не дай Бог, заболел. И он своего религиозного племянника спрашивает. И что ж твой Бог? Типа, ну, за что же это мне все? Есть интересный вопрос. Спрашиваю, где был Бог во время катастрофы? Ну, это не... Ну, да, сейчас не будет. Где был человек во время катастрофы? Вот. Значит, человек строит в своей жизни все сам. Если он влез в сложные обстоятельства, то ему будет очень сложно из них вылезти. Сколько лет ты влазил, столько тебе придется влазить. И Бог милосердный. Он может помочь в любой ситуации вылезти. Я и написал, что тот же Ник Учич доказывает, что можно жизнь построить из любой точки. Но лучше не залазить. И нам тогда объясняет Шлома Милок в Мишле во второй главе, в девятом отрывке, что тогда, когда ты будешь изучать Тору, искать божественную мудрость, тогда поймешь ты и справедливость, как работает, и правосудие, как работает. Умэй шарим коль маглэй маглэй тоф. И поймешь ты и прямую дорогу. Бывает прямая дорога, когда ты идешь... Вот ты знаешь Тору, ты учишь Тору, ты делаешь все правильно, и это ты идешь прямой дорогой. То есть есть люди, которые вот все делают по Тории, даже если они не знают, Бог их все равно ведет прямой дорогой. А если он говорит, ты поймешь так же коль маглэй тоф, ты поймешь весь маглэй окружной путь к добру. Бывает, что человек, он запутался, и чтобы его вытащить, Бог его ведет вот такими, какими там маглэй. То есть у него цель-то хорошая, но ты идешь по кругу. Бывают и такие ситуации. Он говорит, все поймешь, как работает, и бывает, что человек, я помню, Равшаломаруш, он был, у него огромные были долги, Равшаломаруш, у него огромные были дети долги, и он год прямо, он продолжал, каждый день ходил, и пока другие там расстраивались, он ходил, радовался, радовался, разговаривал с Богом часами, и говорил, я верю, что это к лучшему, я не знаю пока как, я не понимаю, денег нет, страшные долги, но я верю, что это как-то к лучшему, и он прям радовался, танцевал там, все, ну то есть он верил, что это какой-то магальтов, что все равно его Бог ведет к добру. Значит, проходит время, люди говорят, вот он странный, да, у него такая жизненная ситуация, есть нечего, долги огромные, а он ходит, радуется, сияет, наверное, он что-то знает, чего мы не знаем, и начали к нему вопросы задавать, он говорит, конечно, вот есть сад имуны, сад веры, надо верить во все, а как верить, он рассказал, видит, что они сразу не понимают, написал книжку, продал эту книжку, начали ее продавать, раздал, долги все, вторую он пишет книгу, сад благодарности, то есть он описывает свой путь, как у него это спасение произошло, и тогда он понимает, что это был круг, но он был к добру, то есть если бы не было этой страшной ямы, в которую он попал, он не смог бы выбраться сам из этой ямы, показать другим путь, как выбраться из ямы, Рав Шалом Аруш, и он говорит, что тот, кто ищет Тор, он поймет так же, вот этот весь Маагальтов, весь окружной путь к добру, как евреи спускались в Египет, да, то же самое, 10 отрывок, китаво хохма белибеха, потому что придет хохма в твое сердце, то есть хохма, божественная мудрость, она есть в книгах, она есть в Торе, она есть у равинов, она есть у пророков, но, чтобы зашла эта хохма, божественная мудрость, сердце, в мышление, и чтобы она там отпечаталась, это должно что-то произойти, то есть нужно ее искать, как серебро, хотеть, как серебро, нужно учиться, нужно повторять, нужно кашремаль, гаргоратеха, завязать на свое горло, катвемаль, луах, лебеха, отпечатать на скрижалях своего сердца, но здесь говорит, нам шло Мамеллах, он говорит так в десятом отрывке второй главы, если ты будешь хотеть, она придет в твое сердце, то есть это не, это будет как подарок с неба, то есть все равно в итоге, Бог дает хохму, то есть, мипив, да, тут вуна, все от него, бывает, что человек, он вот, и все понимает, а другой вот учится, учится, вообще нифига не понимает, и в жизни, и в Торе, и везде, и он говорит, тогда придет хохма в твое сердце, в идаат, линавшиха, ином, и будет даат познания в твоем нефише приятным, то есть, что такое приятным, человек воспринимает мир, то есть он воспринимает мир, вот постоянно у него идет, нитий сигнал входящий, световые сигналы входят ему в глаза, звуковые сигналы входят в уши, сигналы входят на рецепторы кожи, кинестетические ощущения, дальше у него все эти сигналы, они проходят сквозь фильтры его восприятия, и он достраивает у себя в голове картину мира, то есть дат познания мира, представления, это то, что человек создает, используя частично входящие сигналы, но в основном тот материал, который у него уже накопился, из его прошлого, и там есть убеждения, ценности, принципы, эмоциональное состояние, физическое состояние, в данный момент времени. Изначально все из внешнего источника? Не за сказать, что изначально, внешний источник, он только дает, это как тридер, на который включается вся внутренняя, мир, если человеку дать 50 килограмм, ему может быть тяжело, очень тяжело, приятно, интересно, весело, то все зависит от того, как он подходит к этой нагрузке. Иногда человек нагрузка, он вау, это классно, а иногда это плохо. Вспоминая, как Равзильбер из Хрена Целиха Левераха рассказывал, как они ночью в Таштенте с одним бреслом, с ним хасидом, переносили святые книги. И тот упал, и разбил до крови ногу, вскочил и начал танцевать, и танцевал, и радовался, говорит, это ж какой я сейчас грех искупил, какое у меня сейчас очищение произошло, и себя занимаясь святым делом, поранился, и там у него целая пошла история, как он искупил что-то, ну капора это была какая-то. То есть внешний сигнал, он был, это кровь, это больно, внутренний мир, да, да, и он говорит, что тот, кто ищет, ищет им кекесов Тывакшена, вот это вот Тору, знание Торы, близость к Богу, и как сокровища будешь искать, тогда идет все перечисление несколько обсудим, и вот сейчас он говорит, того хохма Балибеха, она придет, хохма в твое сердце, и что тогда, и тогда, вэдат линавшиха ином, и дат, вот это познание, оно будет у тебя приятным, то есть ты все будешь воспринимать сквозь призму Торы, сквозь веру в то, что Бог тебя любит, и тебе будет внутри хорошо. Теперь дальше, одиннадцатый пасок, Мазима, Мазима Тишмора Леха, Твуна Тина Цреха, значит, Мазима, что такое Мазима? Мазима это, есть люди, есть люди они воспринимают картинку внешнюю очень они воспринимают картинку двухмерно у них вот они смотрят что вижу, то вижу а глубже они не могут посмотреть и у них нет вот Мазима это как отчество то есть человек он такой искушенный он понимает глубоко то что происходит и вот это Мазима знание жизни, понимание жизни сути оно будет тебя охранять ты будешь сразу видеть кто что хочет, какие намерения это Мазима называется когда Мишле в первой главе он говорит дать наивным хитрость вот это Мазиму дать ну чтобы он был уже знающий жизнь да такой вот это Мазима и она будет тебя охранять то есть ты из Торы получишь все понимание как оно все работает и Твуна вот это понимать вещь из вещи Твуна это логика то есть Мазима это больше не логика это жизненный опыт а смерть да а Твуна это чистая логика и она будет тебя охранять то есть у тебя будет и то и то то есть ты будешь Тора тебя оденет в защитную такую функцию ты будешь знать вот например у меня сейчас там одна ситуация появилась в жизни и она меня прям бах выбила сильно выбила ну как выбила вот у меня был какой-то мой жизненный план был мой какой-то ну настрой да вот я чем-то занимаюсь и тут что-то происходит то есть человек который занимается там плюс-минус тем же у него ну произошел там резкий какой-то сильный прорыв там он меня ну обогнал чем-то да сильно теперь у меня здесь вопрос у меня сразу это меня включило и я с одной стороны завелся думаю все надо сейчас сделать там рывок какой-то да теперь что говорит Тора по этому поводу Тора говорит в Каэлике что даже все даже самые хорошие дела делаются из зависти человека к ближнему своему то есть здесь явная зависть да то есть он занимается тем же но у него получается лучше теперь есть еще в Толмуде написано Коль Уман каждый мастер Сонеет Бену Мануто Сонеет ненавидит другого мастера теперь вопрос как мне к этому относиться или мне то есть вот это Мизимая знаю что происходит я понимаю то есть у меня нет такого что меня это чувство захватило и я теперь бах там и оно меня понесло нет Тора нам дает возможность рассмотреть ситуацию с точки зрения Торы и принять адекватное решение которое будет опять же успешным с точки зрения Торы потому что по итогу то все призы удачи успех раздает Бог и самое важное насколько твое решение оно связано с Богом связано с служением Богу потому что все что не связано с Торой и со служением Богу оно рассыпается и там я много раз наблюдал как человеку например приходят деньги дополнительные да и они же его разрушают и просто его рушат его жизнь полностью семейную жизнь дети все и и что что он выиграл да он заработал денег он где-то там ему все завидуют а он все потерял при этом потерял себя потерял семью потерял все поэтому тут весь вопрос в том и опять же другой человек который зарабатывает деньги но он изначально знает что что он будет дальше делать как он ну то есть и так далее то есть он все делает по Торе значит эти деньги могут только усилить его мощность например то есть тут надо все-все-все обещал что он нам обещал что мы зима тишмора лейха вот это вот знание жизни будет тебя охранять и твуна она будет тебя тоже охранять еще сильнее да дальше одиннадцатый двенадцатый посуд для чего спасти тебя от пути плохого то есть тут у меня вот интересно я сразу же все это вспомнил вот в этой истории и у меня развитие ну развитие идет через контакт с другими людьми то есть в любом случае ты должен должен ну для того чтобы делать какие-то следующие шаги ты должен с тем ну в бизнесе развития и так далее идет через контакт с людьми и значит для того чтобы развиваться нужны контакты какие-то партнерство еще что-то и тут сразу же Тора мне что говорит нам всем она говорит для целька мидерых ра спасти тебя от плохого пути на тебя главное не присоединяйся к злодеям ни в чем то есть вот это вот есть очень важное такое правило что архекми шагенра отдались от плохого соседа вальти тхаберли раша и не присоединяйся к злодею вальти тешми на пуранут и не будешь ты отчаиваться от пуранута теперь вопрос в том если делать следующие какие-то шаги в развитии с тем делать как нас Тора учит ни в коем случае не присоединяйся к злодеям ни в коем потому что все равно у них будет падение можно упасть но хорошим людям можно присоединяться то есть создается картина которая дает успех не краткосрочный а долгосрочный понятно миш мидаберта апухот главное опасаться человека который мидаберта апухот кто у нас говорит обратные вещи те которые говорят против Торы то есть те которые есть люди которые они говорят слушай я за Бога все отлично я там все что могу соблюдаю все что не могу но не могу но не могу я сейчас да но я за Бога вообще не чтобы я против Бога дура что ли это человек нормальный он нормальный более-менее то есть он грешит но у него есть шансы есть люди которые говорят какой Бог что ты там нарассказываешь а давайте я расскажу про там Буду Шиву это все там и начинает он именно он начинает отрицать основы от таких людей надо опасаться вообще то есть он идет воинственно против Бога то есть тут точно будет раздача какая-то однозначная понятно да то есть нам сказал в 12 отрывке царь Соломон нас научил что нужно уходить с плохого пути там где есть широкий путь где ходят плохие люди с него надо уходить но больше всего надо опасаться от того кто говорит вещи обратные против Бога и последний 13 отрывок сегодня нужно нужно опасаться Аузвим те которые оставляют Архот Аузвим Архот Йошер те которые оставляют прямые пути что такое прямые пути прямые пути это Тора да прямые пути мы вот учили какие прямые пути есть мы учили что Даркей Даркейном пути Торы они пути приятные все то есть это теперь 13 отрывок те кто оставляют вот эти пути прямые чтобы идти по путям темноты вот таких больше всего надо опасаться которые были в Торе и которые ушли от Торы и особенно те которые полностью ушли от Торы это страшно потому что ну как бы что у них в голове они знали они верили потом они что-то у них сломалось и им теперь принципиально важно принципиально важно тех остальных затащить затащить обратно ну для того чтобы оправдать себя и они будут постепенно все равно они будут вот каким-то образом тянуть обратно поэтому опять же окружение невероятно важно оно невероятно важно и нужно понимать с тем можно идти с тем нельзя идти с тем нужно делать бизнес с тем не нужно потому что ну тут как бы это основное основное если говорить про бизнес я просто сейчас в своей размышлениях кручусь что у меня сейчас ситуация ну я получил все ответы на все свои вопросы то есть быть только с хорошими добрыми честными религиозными людьми делать бизнес это раз второе значит от злодеев держаться подальше это два третье изучать Тору и после Торы это есть значит я когда-то читал такое интересное выражение в Равшлома Вольбе есть такой Алэйшур книга и она на меня поразила это фундаментально была для меня книга формирование меня как человека как личности и он там пишет что после малитвы когда человек помолится его разум цех или интеллект становится Таор Вэй'sha он становится чистый и прямой то есть когда ты попросил Бога чтобы он тебе открыл глаза помолился вспомнил о том что главное для тебя в жизни это духовное развитие духовная жизнь вечная жизнь в этот момент когда ты отходишь от молитвы у тебя в этот момент твой разум становится чистый и прямой то же самое естественно касается изучения Торы это слова Бога И все решения важные нужно принимать только после изучения Торы, вот сесть, почитать. На портале воикроком есть уже полностью первая глава, вторая глава, третья глава с переводом и с короткими комментариями, ну, объяснениями на каждую строчку. Можно Мишли читать. Я очень всем советую начать изучать Лошона Кодыш, святой язык, на котором была отдана Тора. Начать изучать прямо конкретно всего лишь 22 буквы, которыми был построен мир. 22 буквы, не так уж и много, это как программный код. Дальше, эти 22 буквы, Алиф, Бет, Гиммл, Далет, они, даже их вид, он уже просто проясняет мышление, все проясняет. Нужно прямо вот эти вот, как они вот написаны в Торе именно, да, запомнить, вот Алиф, вот Бет. Бет это первая буква Торы, вот и первое слово рассмотреть, Берешит, Берешит, в начале. Вот первое слово, это как бы Бара из ничего, это так красиво. То есть Берешит, это Бара, сотворил же с нуля Бог, да, Бара это глагол, что он сотворил из ничего. И первые буквы Татари тоже Бара, получается. Хотя слово-то дальше идет другое, Берешит. Но первая буква в Торе, это именно Бара, сотворил из ничего. Это очень красиво. Берешит, Бара, Элоким, Эд, Ашамам, Эта, Аретс. Ты берешь эту первую фразу в Торе, пишешь над каждой буковкой, как она произносится, само слово-карандашика, пишешь, как это слово звучит, что оно значит, и смотришь на это. Берешит, Бара, Элоким, Эд, Ашамам, Эта, Аретс. Каждое слово это как код, это реальный код, которым было создано, сквозь эти буквы идет Божественный Свет. И когда ты на них смотришь, когда ты их изучаешь, и потом ты после этого, бах, открываешь там газету, и тебе все понятно. Такая офигня эта газета в мусорку. И опять Берешит, Бара, Элоким, Эта, Аретс. Все, друзья, хорошего дня. Шаббат, шалом. Чтобы был Божественный Свет на каждом, кто хочет двигаться к Богу, чтобы Бог ему открывался, давал благословения, успех, удачу, счастья, деньги, здоровья. Главное, чтобы все помнили, кто дает, и прямо благодарили Бога всегда. Сегодня у нас Рош-Ходыш. Рош-Ходыш, начало месяца Адар. Это самый веселый месяц. Марбим Басимха, увеличиваем в радости. Рош-Ходыш Адар, увеличиваем каждый день, набираем в радости. И значит, чтобы было у нас очень много поводов для радости. Псирота, вот, как говорят, хороших новостей. Все, пока, удачи.